здравствуйте друзья с вами алексей марков вы смотрите литературную дуэль на канале русский мир и сегодня тема выпуска выглядит как вопрос может ли каждый стать писателем были бы пушкин и маяковский популярными блогерами в наше время это второй вопрос дополнение к первому и в нашей дуэли участвуют два спикера поэт и писатель автор книги лекции по искусству страшные сказки дмитрий макаров и российский историк писатель москвовед публицист журналист павел гнилорыбов единственный в мире вуз насколько мы знаем где раскрывает талант и формирует мастерство прозаиков поэтов и драматургов это литературный институт который находится в россии может быть это неправда расскажет означает ли это что у российской литературе больше шансов на дальнейшее развитие мне нравится этот вопрос хороший кто может стать настоящим писателем и обязательно ли современному автору быть популярным блогером вот литературная дуэль ответит на все эти вопросы мы надеемся первый вопрос давайте даже не вопрос давайте определимся с терминами как каждый из вас понимает кто такой писатель и с чем его едят я считаю что писатель это человек который не вступил в союз писателей ради корочки ради каких-то домов санаториев то есть не и учился в этом самом же не задание не учился в институте это все-таки человек который может собрать какое-то сообщество своих поклонников который своим словом словом громом чем угодно ведет за собой хотя бы пару тысяч человек и сейчас конечно очень сильно упростились очень многие инструменты но мне кажется соцсети немножко лукавы и по-прежнему чтобы стать писателем нужно шлифовать себя шлифовать добывать тот самый грамм ради и действительно не все это так просто как может показаться по одним предложением можно писатель это как бы вы это сформулировали писатель это человек который жгет сердца как он их ждет другой вопрос другой вопрос да в каком направлении я думаю что все намного проще и вообще не нужно никаких здесь ограничений сегодня нашем мире писателей много и вообще немножко писателя может быть абсолютно каждый человек это в сущности профессиональный навык писать уметь выражать свои мысли в письменной форме навык спортивного характера то есть его можно совершенствовать и нужно и отчасти в какой-то мере писатель может быть любой человек это абсолютно точно и посмотрите сегодня когда люди стали жить намного дольше говорить о том что у них одна профессия ли одно призвание вообще не приходится смотрите на всех этих голливудских актеров среди них очень многие на старости лет написали три четыре пять романов а кто-то и по молодости а кто-то и по молодости решили поэтому тут как говорится это такая стадия да из нее кстати можно выйти можно стать мертвым поэтом или мертвым писателем при жизни таких примеров мы знаем немало вспомните артюра рэмбо который после 20 лет перестал писать умер в 30 и последние 10 лет вообще не писал ни строчки или дмитрий борисович водеников что случилось ну что случилось он расстался с верленом и уехал в африку да ему потерял ногу и потерял видимо желание писать дмитрий водеников дмитрий борисович водеников выдающийся современный поэт король король поэтов до 10 лет не писал стихи говорил на всех встречах да что он мертвый поэт а тут раз и кольтеру опубликовала фантастический цикл его поэзии называется после перерыва и особенно потрясающее стихотворение вне цикла она завершает во всем советую прочитать вот и наметилась у нас дуэль писателем может стать каждый вам кажется что все таки это потому что действительно поэт в россии больше чем поэт и писатель больше чем писатель в россии это начиная с конца 18 века человек который ведет за собой людей в первую очередь неважно ведет ли он в бездну ведет ли 40 лет через пустыню либо ведет не знаю к озеру светлояр но самое главное это человек с позицией это не графоман графомана может стать каждый о давайте вопрос конец 18 века был очень давно сейчас век 21 вы правда считаете что до сих пор любой серьезный писатель он обязательно должен вести за собой вести за собой народы и кто из современных русских писателей больше чем писатель да и ведет кого-то по пустыне друзья вот павел гнилорыбов писатель написано ну вам составляли справку ну вот я да 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 в карту урбанистическом смысле ну не народы но часть народа часть народов павел москвовед видимо водит экскурсии как не обязательно но и в смысле этическом и в других смыслах есть люди которые ориентируются на того человека которого они читают слушались на вас да так скажите куда вы ведете свою паству мы вас подъем спросим дмитрий я веду свою паству к тем нравственным идеалам которые выработал наша литература за два два с половиной столетия кто-то может считать что они поистрепались кто-то может считать что вон x корабля современности что писатель не должен себя нагружать какой-то моральной функцией либо дисфункцией но тем не менее человек это мыслящий тростник по эренбургу и все мы нагружены этим с того момента когда взяли в руки перо клавиатуру что угодно а вы не нагружены получается я нет я наверное тоже нагружен я никак не я не могу в отличие от павла отвечать за все 250 лет русской литературы и как-то обобщать их в едином в едином таком слове пастыря да но уже чей-то наследник я чей-то наследник вполне возможно представитель я лишен этого наследства кто знает вот мне нравится что вы привели в пример оренбурга который сам как тростник под ветром истории качался в одну то в другую сторону нет я считаю что писатель в первую очередь ответственен перед собой перед своим ближним другом миром или внутренним ближним миром я бы сказал ты вот вы говорите что внутри как вы это понимали ближний ближний мир да когда ближний круг дело в том что внутренний мир это вообще такая немножко заезженная метафора этот образ вот это что там это за внутренний мир я как в общем человек стоящий на материалистических позициях что вопреки расхожим убеждений как не отрицает духовности да просто я вижу первоосновую ее в общем в материи вот я предполагаю что самое важное для человека это его среда и это конечно семья это близкие люди это люди которых мы как бы заработали за время своей своего формирования я правильно понимаю писатель пишет для своей семьи писать пишет для в первую очередь для людей которые его понимают читают которые готовы его воспринимать эту этот открытый для его текстов и я хочу сказать просто здесь важную вещь мы конечно можно писать 15 лет в 20 лет но какой-то момент мы все равно мы мы пишем тем что мы накопили и для тех людей которых мы заработали за эту за эту свою жизнь кого-то этот круг небольшой у кого-то он очень большой вопрос об логосфере да например у кого-то там 5000 подписчиков на фейсбуке или 10 или 50 это люди которых мы в каком-то смысле заработали мы пишем для них это наш ближний круг круг подальше там и так далее и это с наши в каком-то смысле для каждого писателя этот круг это их его люди которые оценивают то что написал дают ответную реакцию и несут это дальше ну вот на второй вопрос вы бы как ответили был бы пушкин весенин и или маяковский популярными блогерами нашего я не знаю были бы они популярными но то что они были бы блогерами то точно блогер вообще слов такое очень уже немножко мы должны сегодня поделить наверное это слово мы она она как-то устарел уже до писатель в формате импровизация что-то в этом духе да ну то есть понимаете например с instagram со своей культурой мы должны это четко понимать что это целая культура это миллиарды людей которые в это вовлечены и есть facebook например всемирный который похож на одноклассники и российский который имеет свою структуру свою тусовку своих свою общую какую-то направленность люди которые живут фейсбуке они они там не просто выходят в сеть чтобы по спалайка читать фотографии фейсбуке люди живут и это особый совершенно поэтому посты фейсбуке и тексты которые фейсбуке появляются посты или посты думаю что это думаю посты конечно да посты да ну папа то есть посты фейсбуке они заряжены в высокой мере социальной ответственностью тех кто их пишет обратите а не кажется вам что это мелковато сжечь сердца людей через фейсбук инстаграм или даже не только лишь инструменты которые нам даны для того чтобы просвещать наших серых и убогих читателей отвечая на ваш вопрос пушкин наверное все таки в 2020 году не ушел бы жилого журнала это был бы очень хлесткий очень извительный на язык человек но который все таки бы писал большие такие серьезные посты маяковский мне видится немножко более таким авангардным последователем инстаграма много ярких красок много вывесок железа и жести коротких подписи под ними вот в таком формате он бы наверное творил а есенин наверное был бы звездой одноклассников или сайта стихи точка ру и вот ежедневно бы там что-нибудь выкладывал и получал миллионы классов вот простого нашего рода но каждый бы на своей платформе был бы абсолютной рок-звездой мне кажется что есенин был бы абсолютно кросс культуре на и кросс платформе им как бы сказали в как бы маркетологи бы до сказали потому что он абсолютно народный автор часто халтуривший но порой выдававший абсолютно блистательные вещи я думаю что он бы абсолютно был бы везде и в инстаграме и вконтакте в одноклассниках абсолютно везде я думаю что его бы бесконечно разбирали разбирали на мемы и более того я думаю что если бы он захотел например поискать свои тексты в сети он бы увидел огромное количество своих текстов искаженными с ошибками перепечатанными или неправильно процитированными с под чужими еще и фамилии ко всему прочему абсолютно народный такой автор а пушкин я думаю занимался бы более я согласен по поводу того чтобы он писал лонгриды я не уверен насчет там light journal я думал бы конечно фейсбуке находился бы потому что там его основная аудитория думаю телеграм-канал был бы уже может быть даст даже скорее да скорее в телеграме и такие эпиграммы наверное туда бы выхлёстывались но он бы он из тех авторов просто который писал бы мы просто пушкин понимаем в контексте советского литературоведения и не совсем до конца его он намного менее либерал чем нам бы хотелось либерально настроенным людям и намного более осторожный человек чем его так сказать принято представлять да поэтому я думаю что он конечно писал бы формате а-ля вот не знаю александр баунов может быть что то такое то есть довольно длинно довольно очень очень насыщенно содержательно остроумно но при этом вполне возможно под каким-то псевдонимом запускал в света острые политические эпиграммы которые бы читал актер ефремов под женским может и поможет и под женским но принципе мы все большие фигуры дербанием под себя у нас и маяковский был бы либералом был бы социалистом и маяковский был бы рэпером это понятно уже делали кстати очень многие проекты под маяковского как раз я представляю баунова который сегодня просыпается и обнаруживает вот эту маску из фильма бакенбарды юрия мамина который поэтому преследует всю жизнь но да действительно эти люди скорее всего были бы именно кросплатформенные и так как они чувствовали свою публику они бы перескакивали вот с одной иглы и приложения на другую кто из них был бы тиктокер вопрос амар хаям амар хаям возможно такой пример вам друзья я актер но у меня есть первое образование филологическое даже до этого я помню что начитал не скопали не скопал да но потом все-таки я выправился пошел на актерская и на режиссерской но до этого я помню начитавшись гарри гаррисона красный фантаст да остальная крыса кажется на бил герой галактики редко кто это читает но мне досталось вот именно это я сел и написал при этом мне пришлось у кого-то из соседей занять печатную машинку на печатной машинке но листов пять или шесть вот что-то похожее на бил герой галактики там был другой герой происходили с ним какие-то ужасные события довольно веселые как мне казалось я писатель да это пока лежит у меня дома и почти никто этого не видел знаете если вы думаете что здесь в этом потрясающем книжном магазине где представлены не знаю десятки тысяч наименований сегодня весь до что все эти книги от того что они находятся под что они напечатанные и что они поданы яркими обложками продаются за деньги что они все это высокого класса так я вас хочу разочаровать это не так подождите я то считаю что то что я написал это высокого говорит от так это говорит о том что у вас в любом случае есть шанс быть прочитанным и быть любимым какими-то каким-то читателем каким-то кругом читателей найдите свой ближний круг заработайте его наверняка он уже есть почитайте роман маме она всегда скажет правду скажет что вы гений или наоборот ну или наоборот да в итоге я написал но она не художественная замечательно обратите внимание что мы сегодня живем вообще в эпоху нон-фикшена но и кстати говоря возвращаясь к тем великим людям которых мы упоминали перед этим они же нон-фикшену отдали дань ого-го мы просто забываем о том что пушкин например был блестящим журналистом а маяковский отдал годы рекламе рекламе года рекламе и годы политической пропаганде поэтому когда мы говорим о этих людях мы просто об этом забываем потому что мы не до конца понимаем формат для пушкина был важным высказываться и для него были все форматы открытые в тот того времени до обратите внимание что мы можем точно сказать да что это стихи это все жанры прозы и драматургия но это и конечно эпистолярный жанр в котором все они выражались просто на самом высоком уровне это и докладные записки это тоже отдельный жанр и многие люди многие выдающиеся писатели в этом жанре поработали вот и много-много другого и конечно журналистика журналистика 19 века в ней отметились пушкин крылов был блистательный журналист блистательный просто и никто из них никогда не говорил я пишу только для вечности ничего подобное какая вечность сколько было в 1820-х годов образованной публики которые вообще читала в россии но это может быть приуменьшено приуменьшение но мы говорим о двух пяти процентах населения страны которая я сейчас боюсь ошибиться но при екатерине 2 население выросло до 30 миллионов человек вот соответственно ну я думаю при александре она была не сильно больше читайте выросла до 70 миллионов человек ну действительно кто-то читал а где булгарины читали фаде булгарины не популярный автор чем пушкин боли 2 комарова читали тем более да вспомните тот момент так что вас тоже про билинского и гоголя с базара понесут я бы не считал вас писателем вы уж не читали в значении 21 века так точнее я бы не не считала с писателем значение 20 века но в значении 21 века да потому что мы сейчас живем пока еще преломленные цифрой и аналоговой книгой и чтобы издаться и попасть вот сюда нужно может быть чуть больше усилий приложить опять же я повторюсь полностью согласен с предыдущим оратором что не все это качественно и все это заслуживает здесь стоять но тем не менее да действительно в 21 веке у вас есть десятки инструментов для того чтобы стать по крайней мере публицистом но мы но мы про инструменты все говорим о критерии то вот я писатель это чего это из чего он состоит что это боюсь критерий это читатель вот это по большому счету единственный единственный критерий если можно издаться как угодно можно на самом деле заплатить денег и быть опубликованным и продаваться в доме книги да и так делают многие люди да что греха таить но если вас не будет читателя то вы не будете писателем это по большому счету единственный критерий вам нужно найти ту аудиторию которая вас будет читать найти тех кто вас полюбит да и знаете вообще я думаю что сегодня когда на земле живет семь с половиной миллиардов человек и культуры так переплетены до переплетены и они фонтанируют все время какими-то новыми течениями изобретениями не существует иерархичности мы мы в россии немножко в плену иерархичности вот этих культурных оценок великий писала вот есть великий есть там ближний круг у него там не знаю второе 2 писатель 2 2 на самом деле это очень такое тоталитарное сознание все-таки мы немножко перефразировал и спросил смогли бы вы на этом зарабатывать вот наш век дикого капитализма критерии получаются но не каждый один читатель и связан но не напрямую если вы помните вот тот спор извечный 19 века когда можно ли быть представителем изящной словесности или нужно обязательно при этом быть еще и офицером там вращаться в советских кругах там по гражданской части то есть вот спор именно пушкинской грибоедовской пары может ли писатель быть просто писателем без дополнительной нагрузки нет без дополнительной нагрузки в виде второй профессии но сегодня конечно может но вопрос вместе в чем у вас есть вторые профессии сейчас уже нет а была была какая я 15 лет проработал рекламе копирайтером и креативным директором а у вас есть но она очень тесно пересленно да это хобби которая превратилась и в писательство и ну скажем громко конечно в общем просветительскую деятельность но на самом деле это такой я что же занимаюсь просветительской деятельностью вообще строго говоря даже ваши справки через запятую у павла перечислено несколько профессий на самом да и у меня там можно еще про да это так что я либритист и я написал две оперы как либритист они поставлены в красноярском театре оперы балета у меня тоже это смежные все вещи но по большому счету самое главное после я когда приди пытался как-то определить вот что это все связывает я выступаю с концертами и вместе ли передача я вожу экскурсии и у меня есть много всего но но что-то это объединяет я понял что я рассказчик истории я люблю что это раз да я рассказываю истории в любом формате на сцене я нахожусь или или я пишу пост или я пишу книгу или пишу стихотворение или я виду экскурсию я выхожу на сцену это все это история и в этом смысле кстати хочу здесь заметить вот есть критерий очень важный читатель очень важно найти написатель это человек который рассказывает цельную историю она может выражена быть в трех словах она может быть выражена в виде книги но условно говоря дональд трамп который твитит каждый день он писатель хотя его читают миллионы людей потому что его твиты не являются законченными сюжетами законченными историями поэтому это важная формулировать мало писатель может стать каждый но здесь важный критерий вступает ты тогда писатель когда ты свое историю может сделать на фоне может сделать законченный и найти для нее идеальный формат который найдет своего читателя вот тогда вопрос а что учиться то получается надо все таки да всю жизнь учиться надо а где если литературный институт вы забраковали я не браковал это шутка вообще хотя тратить знаете литературный институт же находится в в доме где герцин жил и родился есть шутка связи с этой единственной писатель на который вышел из этого дома да но на самом ли это неправда я знаю целый ряд блестящих писателей в первую очередь поэтов которые закончили литературный институт я думаю что это просто одна из форм кстати сегодня существует целый ряд прекрасных курсов литературных creative writing то что называется да есть хороший текст там есть школа create writing creating writing creative writing school да очень много курсов да пожалуйста это но это навык а получить надо по-хорошему хотелось бы я бы советовал если бы я не был сейчас 18 лет и я бы думал так сказать где учиться то я бы думаю что ну я бы рекомендовал все-таки это фундаментально гуманитарное образование это было бы я бы сейчас так поступил но то есть здесь больше на позиции павла нет это просто к вопросу это вообще не к не к вопросу о литературе писателем быть ты не обязан но обычно перед собой ты ты должен себе получить какие-то ну широкие гуманитарные знания мы уже обнаружили что это очень мульти жанровая вещь когда писатель легко переходит в иную плоскость когда он неожиданно оказывается на сцене когда он оказывается в оркестровой яме когда он внезапно взмывает небеса или наоборот спускается в коллектор не глинки со своими экскурсантами да мне кажется что сейчас писатель это тот кто светит тот кто строит маяк смотритель маяка тот кто не создает тьмы если угодно учиться нужно и здесь я совершенно соглашусь не с оппонентом моим в данном случае нужно действительно получить полноценное юридическое историческое образование а на базе вот этого разбираться в чем-то писатель обязан разбираться а иначе иначе о чем писать да получается что мы видим целый магазин вот проведи в геологической экспедиции как проходит хоть на новую землю езжай то есть действительно важен какой-то опыт 100 тысяч километров преодолея автостопом никто не отменял максима горького и вот эти низовые его университеты которые на самом деле во многом являлись университетами высочайшего класса разве 200 300 лет назад у людей было время особенно где-нибудь там симбирской губернии или еще дальше этом иркутской губернии учиться высокой словесности у батеньки было 10 томов на французском прочел и что-то на этой основе уже создаешь вот вас озарила книга и вы создаете продукта пойдет ли вы противоречите самому себе можно тогда получается прочитать 10 книг на этом не нужно останавливаться не нужно от к 30 не нужно как крылов заказать огромное кресло чтобы с этим креслом по петербургу или по москве путешествовать а действительно каждый день совершенствоваться и здесь вот принцип наверное не дня без строчки ну и получай даже в блок получается что у нас вот такой большой книжный магазин москва или вообще такое огромное количество книжных по стране благодаря тому что больше людей научились читать что-то и соответственно понадобилось чем больше риска в сравнении с 18 конечно и больше нужно писателей больше писателей больше 4 больше читателей больше писателей это очевидно хотя того это это понимаете вот я хотел бы вернуться к предыдущему тезису давайте дело в том что да действительно нужно чтобы были и здорово что сегодня существует авторы которые совершают эти социальные подвиги какие-то да то есть вопрос об этих университетах но писатели разные и писатели такие же разные как люди соответственно ибо они люди есть поэтому нужно что ли они люди тут надо нужно одновременно чтобы существовали в литературе те писатели для которых литература это итог какого-то социального эксперимента какого-то подвига своего рода да и такие писатели тоже есть совершил какое-то исследование социальное написал съездил на северный полюс написал да но это 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 литература подвига литература опыта но есть это никак не отменяет человека который сидит дома в кресле и создает прекрасные выдающиеся сложные миры просто силой своего сознания я напомню вам напомню но перед этим он где-то получил он возможно как с них получить например не вспомните что даниэль дефо никогда не покидал пределы англии никогда а написал книгу о человеке который оказался на необитаемом острове одно но не одну конечно но запомнился до 1 но он никогда не уезжал из страны а свифт по моему один раз покидал страну и знаете в какой стране он был в россии но льюис кэрролл тоже был они здесь не свифт колюс кэролл льюис кэролл вообще один раз единственное что увидел это москва петербург нижний новгород и дальше причем он есть на знаете как то как священник он был помощник как помощник да он был в священном в миссии священников которые приехали на опыта в царскую россию и он был с ними и оставил дневник на эту тему поэтому это такая это это немножко друг другая история кэролл питал питался все-таки открытиями науки в первую очередь преподаватель математики с многолетним стажем и очень смешная история с императрицей с королевой виктории да которая там с ней которая попроси прочитала алису стране чудес и была так восхищена что потребовал немедленно себе достать все книги автора и когда и поставь положили эти книги на стол она была поражена потому что это были книги по высшей математике и логике и от них ничего не поняла у каждого своя своя история например сегодня я приведу вам пример мы очень далеко всеми в прошлое уходим хотелось бы все-таки немножко поговорить о наших современник давайте есть я считаю выдающийся современный русский поэт фаина гримберг который написала гениальное просто стихотворение небольшую поэма даже сказал андрей иванович возвращается домой всем советую прочитать это такой в жанре наговора такого до заговора не знаю текст который мне кажется вся история русской культуры русской государственности вообще и отношение человека и человека и времени в нашей культуре отражена фаина гримберг она в общем кабинетный книжный такой автор который пишет и по-русски по болгарски она пишет и романы и стихи и кабинетный она считает что стихи рождаются только от стихов что жизненный опыт он нужен он даже может мешать скорее вот ты читаешь ты вот эти вот 10 того она прочитала мне кажется 10 тысяч там опыт один самых образованных людей тогда тогда получается что из социальных сетей можно черпать да конечно социальные сети она лишь сформировать талантливого нужно более того я вам скажу когда я поступил на журфак много лет назад был уже мой преподаватель петербургском университете юрий иванович комболин дай бог ему долгих лет здоровья он первое что нас спросил ребята вы это был 90 98 год 99 он спрашивает нас первый вопрос в группе наши ребята вы письма пишите такие особо нет деник ведете это надо начинать начинать надо начинать не нужен никакой стимул тебе не нужно никому писать письма ты социальные сети это фантастическое подспорье когда я много лет работал старшим копирайтером меня было три-четыре-пять копирайтеров моей группе я всегда им говорил ребята ведите фейсбук ведите жж ведите что угодно каждый день пишите свои 500 знаков вы увидите что через год вы не просто будете лучше писать вы будете элементарно лучше формулировать мысли ну я кстати пытался почитать сколько у нас сейчас выходят книг и обнаружил что до тиражи упали но число наименований и литературы просто увеличилась со времен ссср там мы немножко просели в сфере биологии сельского хозяйства ну то есть литератур и не пропускала специализированный да и с одной стороны читателей стало больше прошу прощения писателей стало больше читателей стало меньше но это говорит о том что многие из нас аудиофит и многие из нас визионеры и поэтому читатели которые вот просто подойдут к полке они ушли на другие платформы и об этом я позволю или марку добавил абсолютно прав простите что я с моим оппонентом но я хочу здесь отметить одну вещь дело в том что все это литература все для того чтобы создать компьютерную игру снять фильм сделать интервью это нужно написать до без это все литература да все в мире литература аудиоприга это литература гор всем мире совокупность двух знаков но это совсем упрощение я пытался что мы когда говорим о да действительно визионеры и слава богу что сегодня никто не дискриминирован и есть огромное количество возможностей для людей разного с разным способом познания мира найти свой формат и да вот но я вам хочу сказать что я прекрасно понимаю что в основе любого этого жанра любого и любого из этих жанров изначально лежит литература я бы сказал что действительно уже нет строгой тетеньки в очках которая говорит извините это нам не подходит но с другой стороны я и не смею отрицать что когда мы пишем когда мы создаем произведение нами вводит рука выше и мы всего лишь орудие стилусы какого-то большего замысла и каждый из нас по вере своей в общем-то эту модель воспринимает но я стараюсь делать именно так не ждать каких-то высоких свершений и завоеваний я понимаю что я часть творения и ему господу угодно чтобы я именно в этой сфере просвещал людей что-то им прививал за что-то бил по рукам за что-то был эстетической полиции шучу конечно но тем не менее вот в таком изводе потом возвращаясь я просто мои рукой никого не водит до 1 у меня просто вот все время павел сильно хочет убедить нас в том что писатель обязан ввести за собой пас или выше на или ну какой-то миссия да но я все-таки думаю что не то что думаю еще раз подчеркну все писатели разные и читатели поэтому выбирают разных писателей слава богу что нет этой пирамиды да и вот этой вот иерархии вот лестницы ты да но я просто думаю что очень важно вот что писатель человек который пишет да он совершает какие-то открытия он придет социальную или работу работу ли по открытию каких-то фактов либо по исследованию души ну чего угодно и он этим открытием делится с другими людьми вот что происходит а не то что он ведет за собой людей через пустыню он как бы говорит посмотрите что я увидел что я создал посмотрите может быть вас это заинтересует русская литература глубоко национально уже два с лишним столетия и любой человек который встал на этот путь несет крест мешок неважно как он это себе визуализирует хочет или не хочет даже если он несет чушь даже если это фадей булгарин нужно чтобы он не осуществить дай бог каждому таким писателем каким был фадей булгарин для меня это новое ну как же это жизнь иванова жигина до или как шишков кей или шишков шахматов шаховской до три великих до 19 века драматурга в общем этот мешочек все равно у вас за плечами не важно с чем и даже и с кирпичками желтым вы можете делать дорогу из желтого кирпича кто мешает вам как вопрос друзья делать аромы выбираем книги или как вы выбираете книги или как нужно выбирать книги сложный вопрос у которого нет знаете чтобы на него ответить нужно взять эти желтые кирпичики о которой говорит павел сделать них дорожку и как в волшебники страны ос сказано с чего начать спрашивает или да и отвечают начни сначала любой любую дорогу лучше всего начать сначала берем первую попавшуюся книгу и читаем но понимаете мы о ком говорим если человеку 40 лет как мне он уже не у него точно уже за плечами много прочитанных книг как минимум потому что была школа мама подсовывала что-то читать ты прочитал уже огромное количество книг у тебя уже может быть навсегда испорчен вкус но о ком мы говорим о ребенке который приходит в книжный магазин как я каждое воскресенье издал тратить карманные деньги на книжки до в питере или мы говорим о взрослом человеке который уже имея в любом случае какой-то бэкграунд спрашивает вы знаете я вышел вот на берег океана книг я не знаю куда мне вот второй окей я для этого считаю что не просто проводишь небольшое исследование а если ты не проводишь исследование ты заходишь в книжный московский дом книги да и видишь какой-то море океан просто не зима что-то интересного киане нужно остров найти и мне кажется здесь вполне себе помогают советы друзей а с другой стороны у нас весьма развитая система списков господи мы знаем кто 10 но не обязательно да там часть конъюнктурно но в научной фантастике где там еще лучшее скандинавские авторы пожалуйста со временем мне кажется вот это критическое мышление она разовьется само я рос в 90-е годы в небольшом поселке где из библиотеки были только книжки про ленина это к сожалению навсегда наверное испортила первое десятилетие жизни потому что ты помнишь численность компартий всех стран даже через 40 лет после их исчезновения но больше не было ничего не лети на религиозный центр маленький религиозный да по-своему религиозный поэтому после 10 же жадно глоталось все мне кажется нужно просто научить инструментарию как слушать хорошую музыку мы знаем как ходить в театр на не стыдные скажем так постановки мы знаем как смотреть не 50 оттенков серого аки каурис мяки мы тоже знаем так что и в мире книг тоже можно найти своеобразный камертон компас что угодно я кстати не испытывает снобизма по отношению к людям которые смотрят 50 оттенков серого потому что убедился в том что люди могут быть высокоинтеллектуальными и при этом потреблять какой-то культурный продукт в определенных ситуациях который от которого некоторые нос ворота я вам приведу такой пример мать моего близкого друга но это другая все-таки это про творчество если мы говорим о читателях да вот меня был пробеду приведу такой пример мать моего близкого друга профессора петербургского университета на преподают западноевропейскую средневековую литературу она читала все и я как-то прихожу к ним в гости из и вижу что она сидит на кухне и читает донцову у меня вот такие глаза мне 20 лет я говорю маргарита анатольевна как это возможно дыхание так за ручку берет ведет в свою комнату и там на диване а это лето лежит ну там маргарита наварская гиптомирон там лежат какие-то неистовый ралантность там вот этот корпус литературы да я не понимаешь вот здесь 200 книг которые мне нужно освежить восприятие что-то перечитать к началу учебного года я от них так устаю отдыхая только за чтением и мне для того чтобы отдохнуть от маргариты наварской помогает беспомощная может быть в каком-то смысле литературном донцова вот такая у нас получилась дуэль павел пора нам заканчивать хорошо что она у нас словом вернее на словах а не на кинжалах или на пистолетах и я напомню вам дорогие друзья что в нашей дуэли литературные участвовали поэт и писатель автор лекции по искусству страшные сказки и не только я уверен дмитрий макаров и российский историк писатель москвовед публицист и журналист павел гнилорывов и закончим и друзья какой-нибудь цитатой которую вы выудите из пространства вариантов из вашего опыта из того что вы любите какой-то цитатой которые бы вы хотели закончить эту программу по одной парни цитату пожалуй мне нравится что в современной россии появляются не только квалифицированные писатели но и читатели чтобы читателем это престижно здорово что есть читательские дуэли что есть вот эти какие-то флешмобы прочитай 100 книг растянутый на год из такой-то серии это действительно здорово то есть та читательская культура которая немножко просела она возрождается и еще покажет себя у меня тоже нет статы вот так вот на гора но я просто хотел бы вот что сказать занимаясь сказочными сюжетами последние годы я сделал такое маленькое открытие я уверен что большинство сказок были для нас сохранены женщинами которые много столетий занимались долгими зимами довольно неблагодарным трудом и вот они там несколько поколений женщин сидели пряли там поздно вечерком и прочими занимались делами которым мужчины заниматься не хотели и пересказывали друг другу сказки и вот где-то по большей части они пересказывали их одинаково но обязательно в этом в этой цепочке появлялся как появлялась какая-нибудь выдающаяся рассказчица и поэтому как это не удивительно часто говорят о том что женщин меньше писателей чем мужчин я думаю это точно будет исправданно ближайшее ближайшее время но самое важное еще и показывает о том что без писателям то есть и в данном сейчас из устным да но это то же самое просто это не сформулировано в тнизе текста действительно может стать каждый вот это пожалуй то очень хотел бы закончить до писателем может стать каждый более того должен в смысле должен это сделать потому что это какая-то гигиена своего рода да и просто это просто это прилично мне кажется каждому человеку написать хотя бы одну книжку спасибо друзья до встречи на следующей дуэли